Подведены итоги регионального конкурса на звание лучшего работника учреждения социальной защиты населения. И сразу три апотечанки в призерах. Елизавета Нагорная, специалист Центра соцподдержки населения, заняла третье место. А сотрудницы Центра соцобслуживания, тезки Натальи Сайкина и Зубкова, вовсе не оставили шанс остальным участникам. В гости к победительницам отправились Юлия Астахова и Владимир Ильницкий. Наталья Сайкина – специалист по комплексной реабилитации. Однако большую часть времени женщина работает с документами, составляет графики и табели, общается со сторонними организациями, налаживает контакты с коллегами из других медучреждений. А в эти дни еще и замещает заведующего. Несмотря на загруженность, Наталья Григорьевна всегда находит время для своих подопечных. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, Ира Юрьевна Павловна, я хорошая. Как сажа бела. Как сажа бела. Все хорошо, как спала ночью. Спасибо, хорошо. Все хорошо, да. Постояльцы стационарного отделения для престарелых и инвалидов и стали объектом презентации Натальи Сайкиной, которую она приготовила для конкурса в номинации «За творчество в работе». Был снят небольшой видеоролик о моей работе. Я представляла инновационную технологию «Очаровательная старость», которая включает в себя два направления. Это очаровательные леди и очаровательные джентльмены, которые проживают в нашем отделении. Еще одна сотрудница Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Зубкова стала лучшей санитаркой учреждения соцобслуживания. Эта победа – подарок к юбилею, который на днях отмечает Наталья Вячеславовна. Секрет ее успеха – в уважении к подопечным. Мы их любим, они нас любят и уважают наш труд. И как-то мы живем здесь дружно, одной и большой семьей. Торжественное награждение состоится в канун Дня социального работника. А пока сотрудницы центра соцобслуживания продолжают создавать уют на рабочем месте и дарить теплообщение пожилым северянам.